На пожаре погибли два человека. МЧС информирует о новых жертвах огненной стихии. 12 ноября в Сузельском районе в селе Гавриловское сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. В огне погиб мужчина 1935 года рождения. 13 ноября в половине пятого утра в поселке Навлянка Селивановского района в одной из квартир многоквартирного дома загорелся диван. Жильцы были эвакуированы. Когда огнеборцы пробрались в задымленное помещение, то на месте возгорания обнаружили тело женщины 1954 года рождения. Жуткая авария в Ковровском районе. На 255-м километре М7 Иш-Ода и Фура. По информации ГИБДД легковой автомобиль не пропустил больший груз, выезжая с второстепенной дороги. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира автомобиля Иш. Все трое госпитализированы. В регион поступила вторая партия детской вакцины против гриппа. Она составляет почти 70 тысяч доз. Этого объема вполне хватит, чтобы привить детей и беременных, подчеркивают эпидемиологи. Организованная вакцинация проводится в школах и детских садах. Также, чтобы привить ребенка, родители могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Услуга бесплатная для детей, начиная с 6-месячного возраста. Специалисты Роспотребнадзора информируют. На сегодняшний день уже привито 50 тысяч детей и беременных. Всего же планируется привить более 600 тысяч жителей области. В регионе пока еще сохраняется благополучная эпидемическая ситуация по ОРВИ. Уровень эпидпорога не превышен, случаев гриппа не выявлено.